Здравствуйте! Сегодня я буду рассказывать о новогодних праздниках. Я думаю, мы не случайно выбрали эту экспозицию и выбрали вообще музей антропологии и этнографии Петра Великого. Экспозиция, которая была создана два года назад и называется «Многонародная Россия», она как раз хорошо нам сегодня покажет, что же происходит в нашей России накануне нашего главного праздника Нового года и во время прохождения вот этого целого цикла новогоднего праздника. Сегодня в многонародной нашей России, в нашей стране, насчитывается немного более 190 этносов или национальностей. Конечно, мы не могли на своей экспозиции показать все 190 национальностей, но основные все-таки здесь представлены. Но что объединяет сегодня наш народ? Объединяет то, что все отмечаем мы Новый год 1 января. Где бы ни жил народ, какую бы религию он ни исповедовал, 1 января он отмечает Новый год. Вот. И как это же случилось? Как появилось это число и появилось 1 января? До Петра в России действовало два календаря. И новый счёт Нового года шёл с 1 сентября. Это было по церковному календарю. Был ещё так называемый народный календарь, когда год начинался в марте. Так было до Петра. И вот в 1699 году было решено произвести некоторые реформы в Россию. В результате мы летоисчисления стали вести не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Был введён Новый год, 1 января. Это начало Нового года. И этот праздник вообще следует рассматривать как гражданский праздник в России. И тогда, и сегодня. Перейдя на новое летоисчисление, мы всё-таки, Пётр I, придерживался юлианского календаря. Поэтому Рождество мы отмечали 25 декабря. 1 января мы отмечали начало Нового года. И, наконец, 7 января это было крещение. То есть вот эти две недели на Руси и в России, они назывались святками. Первая неделя, в народе её называли святая неделя, и в эту неделю ходили календарщики. Это группки разного возраста детей, подростков и даже парней. Они ходили по домам, к каждому дому подходили, но в дом не заходили. Они останавливались у окна и пели песенки-колядки, песни-благопожелания. Ну что там желают обычно в деревенском, сельском хозяйстве? Побольше коров, побольше курочек, побольше всякой живности и здоровья, и благополучия хозяева. Как вот сегодня нам представляется, что вот эти традиции писать открытки, устраивать поздравления и обмениваться подарками, это всё нас уводит именно к тем калядкам. Вот. Дальше, значит, мы остаёмся при юлианском календаре. Всё мы прекрасно вписываемся вот в эти события и все отношения с европейскими странами. Но время идёт, и, значит, приходит советская власть. То есть уже с 1917 года думают о том, вообще что-то надо делать. И тем более, что религия на тот момент была отделена от России, от государства. Поэтому, значит, надо игнорировать религиозный календарь. И, то есть, остаётся 1 января, да, наш гражданский Новый год. И церковь отделена от государства, здесь никаких проблем. Вот. И мы, и решает тогда правительство, решает перейти на григорианский календарь. Опять-таки, для улучшения ведения всяких культурных, торговых, дипломатических связей. Поэтому наши православные праздники все сдвинулись. И получается, что Рождество у нас 7-го, старый Новый год, как мы его называем, это 13 января Васильев день и 19 января Крещение. Но что вот, я как бы нарисовала вам некую такую схему, что произошло за это время с нашим календарём. Это очень кратко и бегло. Но мне больше всего хочется здесь, в этнографическом музее, поговорить, конечно, о традициях и обычаях, которые соблюдались и которые, кстати говоря, в общем, они, конечно, изменяются в процессе истории, но они никуда не деваются. И сейчас, вот, например, нам предстоит встретить Новый год, 1 января. Да, вот когда вот эта такая мешанина ещё произошла, и потом были же годы, когда нас вообще, нам запретили Рождество отмечать, да, и более того, несколько даже лет, ну, там 2 или 3 запретили ставить ёлку в домах. Ну, ёлки, понятно, ещё ставили в городских только, в городе, вот, потому что в селе вообще ничего не знали о ёлках, в деревнях. Там вообще не было этой традиции. Эта традиция, она же пошла, опять-таки, от Петра I и довольно-таки приживалась долго. И, собственно, дерево-то вот такое наряженное, оно появилось только, можно сказать, к середине 19 века. Да и только в высших сословиях, и только в городах. Вот, ну, что самое интересное, да, эта традиция пришла из Германии. Вот, и там обязательно на эти деревья, потому что могла быть и не ёлка, вешали яблоки, печенье, вот, конфеты там, что там ещё у нас. Да, ну, печенье, яблоки. И я, вы знаете, ещё с детства помню, как мама нам перед Новым годом непременно ездила на рынок, выбирала там небольшого размера красные яблочки, но с длинными веточками, на которые мы привязывали ниточками, делали петельки и вешали на ёлку. На ёлках у нас были яблоки, потом появились мандарины, потом конфеты. И так получается, что ёлка кормила вот семью детей, естественно, в первую очередь, целые две недели. Дети блаженствовали, потому что они могли поесть конфетку и яблоки. Вот, это про ёлку немножко. Да, а что вот в деревнях? А в деревнях вообще ёлок не было, и там ставили сноб нового урожая, красный укол. Вот и всё. Так, теперь ещё, вот какие обряды сохранились? Что происходит, когда старый год умирает и рождается новый? Я до сих пор помню эти замечательные открытки в Советском Союзе, где их было очень большое количество, потому что писали, их покупали. И я помню, как хвалились люди, что вот мне вот такую стопочку этих открыток с поздравлениями прислали. А мне вот такую, а мне такую. И вот на этих открытках очень часто изображали старика Деда Мороза, который тоже довольно-таки поздно уже пришёл к нам, но всё равно это как бы год, который ушёл, который умер. И маленького Нового года, который только что народился. Вот, то есть происходило разрушение Старого года и рождение Нового. То есть нарушались границы между мирами. Поэтому там могли проникнуть и старого этого мира границы разрушены. И нечисть может прийти к себе, достаточно вспомнить вечера на хуторе Близди Каньки, когда там из чёрта мог ходить среди живых. Вот, и поэтому люди думают, эта нечисть разбушевалась. Надо себя как-то тоже защитить. Как можно защищать себя от разбушевавшейся нечисти? Одеть на себя маску и превратиться в ту же самую нечисть. Поэтому вот и пошли эти в городах маскарады. Сегодня маскарадные праздники всевозможные. Вот, и что там у нас ещё? Значит, маскарады. А в деревнях, конечно, ряженые ходили. И опять-таки можно вспомнить замечательный фильм, как Пётр I Арапа женил. Там как раз вот эти ряженые, они врываются прямо в дом. Это особенность. Если калидовщики не пели песенки перед окнами, но окно тоже носило определённую символику, то эти просто врывались в пространство дома. Вот, их хулиганили. Вот, и чтобы защититься от них, вот, надо было маску. И я думаю, многие вообще помнят даже свои какие-то детские маски, какие были. Так, следующий. Да, и если вот этой границы между мирами нет, да, то мы можем тогда заглянуть в своё будущее, то есть погадать. Поэтому здесь гадали, гадали. Конечно, самые любители погадать были девушки. Насуженного, ряженого. То есть это вот самые верные были гадания на Новый, на Рождество, на Новый год и на Крещение. Это самое верное. Хотя можно было бы гадать во все эти дни двух недель. Вот, следующий момент. Вот сейчас скоро уже Новый год. Хозяйки, так как всё опять-таки разрушено в этом мире-то, в нашем-то тоже всё перевернулось, разрушилось, надо восстановить этот порядок. И вот почему устраивалась всегда генеральная уборка в доме, в квартире. Надо было всё вымыть, поставить на своё место. Как было, чтобы уйти с этим в Новый год, и чтобы ничего не пропало. И другая особенность. Ведь Новый год, и особенно, конечно, Рождество, это семейные праздники. И не напрасно в Европе, из литературы зарубежной, мы знаем, это часто описывалось писателями, когда семья должна собраться в рождественскую ночь за одним столом, вот непременно все. Это тоже вот это обозначить своё присутствие, перейти в Новый год в этом количестве, в котором должна пребывать семья. И я вот иногда слышу, там люди, уже современные наши люди, известные, говорят, вот я помню, пропустила один Новый год, и мы потеряли родственник, он ушёл. То есть вот это очень было тоже важно. Уж какие-то через бури, через моря, через реки, значит, ну, надо было приехать в родной дом. Ну что, значит, смотрите, мы вспомнили генеральную уборку, мы вспомнили сбор всей семьи, мы вспомнили гадания, так, мы вспомнили... О, надо ещё вот что, первый день Нового года. Это плагия первого дня вообще. Это обильный стол непременно. Там даже вот в некоторых регионах нашей страны были такие традиции, вот не меньше 12 блюд. Вот, потом новое платье. Новое платье. Ну, я вот помню, что во времена моей юности, ну, платье иногда сложно приобрести новое к Новому году. Но тогда повелось так, что непременно должны быть чулки у женщин новые или носки у мужчин. Я не знаю, вот сегодня, по-моему, эта традиция тоже продолжается. То есть удивительно, вообще никуда ничего не пропадает. Всё только немножко изменяется. Может быть, оно перемещается в каком-то пространстве, во времени. Как вот, например, мы перестали отмечать Рождество, а эти рождественские обряды перешли в новогодние. То есть вот этим и живут, и живёт народ, и, значит, будет ещё долго, я надеюсь, жить. Вот причём, значит, ну, вот эти основные особенности, причём они наблюдаются. Вот, казалось бы, да, там другая религия и так далее. Нет, они у всех народов, которые исповедуют разная религия. Вот, что самое интересное. В преддверии 1 января, нашего преддверия Нового года, мне, конечно, хочется вас поздравить, пожелать вам здоровья, всяческого благополучия, успехов, чтобы семьи были крепкие, и все бы вы вместе встретили Новый год. Здоровья и радости!